Школа посёлка Новониколаевский в эти дни отмечает полувековой юбилей. Почему зимой посреди учебного года? Причина проста. Открывали в 68 году, 1 сентября, но потом не пошло отопление, система отопления что-то нарушилась. И только в январе 1969 года школа распахнула свои двери. В этой школе сильна преемственность поколений, поэтому в числе учителей много тех, кто закончил эту же школу и после института вернулся в родной посёлок. Уходя на заслуженный отдых, педагоги продолжают помогать ученикам готовиться к экзаменам. Были времена, когда доходила численность до 300 человек. Были даже параллельные классы. Я, например, в этой школе училась с 1 по 8 класс. То есть я родилась в этом посёлке и училась в своей родной школе. Потом пришла сюда работать, где работаю более 20 лет уже. Первый, кого хочу назвать, это директора нашей школы, бывшего директора нашей школы, Панчурину Нин Константину, которая более 20 лет проработала директором этой школы. Кстати, она тоже выпускница этой же школы. Она была моим классным руководителем. Сейчас в школе обучаются 95 детей. А ведь были времена, когда здесь постигали азы учения до 300 учеников. И были даже параллельные классы. Сейчас средняя наполняемость классов 8 человек. Первоклассник в этом учебном году набрали 10. И школа для ребят – второй дом, потому что и после уроков здесь кипит жизнь. После уроков они приходят и до вечера находятся в стенах школы. Как начальная школа, так и старшая школа. Но старшие очень любят спортивные секции. Они любят заниматься волейболом, баскетболом. И тоже в настоящее время также под руководством учителя физкультуры Гаусс Татьяны Сергеевны наши школьники занимают призовые места в районах соревнований. То есть спорт у нас на высоком уровне. Но есть такие кружки. Вот в этом году начались новые вени времени – кружки по шахматам. Они идут и в начальной школе, и в средних классах. И детям очень интересно заниматься в таких кружках. Кадрового голода в этой школе нет. И даже если не хватает предметников, то педагоги, как и в любой сельской школе, ведут несколько предметов. И к ученикам они относятся как к родным детям. Дети у нас не обделены вниманием, их не так много. И для них они, наверное, для нас они, конечно, как родные. Мы их знаем всех поименно, они знают тоже всех нас. Мы уже знаем, кто на что способен. Пришел ребенок в первый класс, его уже через месяц, мы уже знаем все его личностные качества, все его способности. И стараемся как можем развивать. Сами ребята тоже с любовью относятся к школе. И с удовольствием рассказывают о своих классах, а также о планах на будущее. Я учусь в 11 классе, с первого класса тут. Мой класс маленький, 5 человек, 2 девочки, 3 мальчика. И, как сказать, все приезжие, можно сказать. То есть мы с мальчиком одним только с первого класса, остальные вот с 9-го, 10-го класса. Кружки хожу именно про музей, историческая деятельность, про ветеранов. Именно мы затрагиваем как кружок волонтеров. У нас в классе 14 человек, а вот 13. Вот, мы очень дружный класс. Конечно, бывают иногда ссоры, но мы их, как сказать, быстро прекращаем. Много, получается, друзей в школе в целом. Все друг друга знают, вот, и много секций в школе. Это вот прям мы любим. Это мы спортивный класс, у нас все любят бегать, прыгать. И из этого нам посвящаем все вот спортивные кружки, секции. Доучиться до 11-го класса, потом поехать на заработки, заработать много денег, также помочь селу, проложить дороги, даже электростанцию сделать. И планы ребят вполне осуществимые, потому что в этой школе дают хорошие знания и воспитывают в учениках настойчивость, а также умение добиваться поставленных целей. Как пример, бывшие ученики, которых можно встретить в различных учреждениях Балакова. Очень много выпускников поступают в сельскохозяйственные вузы и потом возвращаются в поселок и работают по специальности. Есть у нас известный в городе хирург, наш выпускник Устинов Сергей Владимирович. Наша выпускница, известная Попова Лидия Петровна, это начальник пенсионного фонда в настоящее время. Ну и вот начальник Балжилстроя, я знаю, Алексеева Валентина Викторовна. 50 лет для школы – это срок, после которого начинается новый виток развития. И в школе посёлка Новониколаевский уже происходят положительные перемены. Проводится реконструкция здания. Приходят работать молодые специалисты. Классы пополняются учениками, которые раньше жили в городе, но их семьи переехали в посёлок. А это значит, что у этой школы есть будущее.